шесть лет назад мы купили дом и полностью дом был убит и купили мы большой дом по цене двухкомнатной квартиры везде уже практически сделали ремонт везде уже в доме хорошо но с домом нам досталось вот такая ужасная лестница лестница сделана вообще по типу хозяйствами и мы все думали что мы когда-нибудь ее полностью переделаем и вот только сейчас спустя шесть лет когда уже весь дом обустроены у нас дошли до нее руки изучили мы ее строение и поняли что мы не готовы на такие жертвы потому что для того чтобы эту лестницу починить ее надо только полностью разломать думали даже поменять балясины но хотя бы поменять балясины до обшить там ступени ламинатом но здесь так все сделано ребят здесь все забито гвоздями то есть лестница сделана по типу хозяйственной и не разломав ее полностью никак ее разобрать нельзя а мы на такие жертвы не готовы я думаю что сейчас знаете цены если не знаете скажу вам лестницу сделать она у нас большая достаточно лестница на второй этаж это тысяч триста как минимум надо чтобы качественную сделать поэтому сейчас стараемся так сказать обойтись малой кровью и будем реставрировать то что есть на наш век как говорится хватит что на данном этапе на данном этапе для того чтобы эту лестницу можно было она сосновая то есть самая дешевая мягкая древесина вот тут я уже проходилась шлифмашинкой по ступеням все равно видите качество как бы прямо скажем грустные вот ну а теперь прямо поговорим то есть для того чтобы ее хоть как-то привести в божеский вид ее надо сначала очистить от старого лак с этим тут тоже интересная история то есть люди делали быстрее быстрее тут вообще вот покрыта алифой который вот этот прилипает все на свете слой толстенный отдирать его это я вам скажу то еще история причем алифа вся это когда покрывали они валясь не все это капало на ступени текло я бы сказал и вот такие мы имеем прелести на ступеньках сама ступенька покрыта лаком который уже на лак не похож а похож просто на грязь на эту лак ступеньки мы промыли вот вот это все очень трудно стираем и и сейчас следующий методом и испробовали то есть слабенько слив и шлифмашинкой это на ступеньку уходит час времени и результат сами видите муж попробовал показал мне как легко это можно сделать и вот здесь вот один кусочек вот буквально вот этот кусочек это он показал мне болгарка с надетым шлифовальным кругом замечательно но теперь после вот даже вот этого малюсенького кусочка мне надо пол дома отмывать потому что везде полетела пыль я сказала нет и сейчас я вам покажу может быть вы этот способ знаете а может быть не знаете а вдруг кому-то пригодится я вам покажу как можно без специальных инструментов снять старый лак с вот такой вот кошмарной древесины сейчас вам буду показывать что мы с этим будем делать многие женщины знают есть такое прекрасное лекарство деткам делаем компрессор и бабушки лечат коленки димексид продается он в аптеках стоит недорого пузырек что около 200 рублей или там сто с чем-то рублей и так что мы будем делать нам потребуется тряпочка тряпочка уже у меня грязненькая неважно в данном случае от не имеет значения вот такой ножик или не такой сапожный нож можно взять можно взять если у вас есть хорошие качественные циклы и делаем мы следующий на ступень наливаем димексид тряпочка его размазки не все знают что это не прекрасное лекарство служит транспортом для других лекарств через клеточную мембрану через кожу прекрасно проводит лекарство фактически заменяет собой электрофорез то есть любое лекарство смешиваем димексидом она проникает лучше ждем буквально три минуты работать лучше перчатках потому что те свойства димексиды по которым я вам сейчас сказала то есть помогать транспорту лекарства через кожу то же самое будет происходить если вы руками начнете трогать этот лак масло и так далее все это пойдет соответственно к вам в организм зачем она нам надо ну я думаю что в идеале то работать конечно в респираторе и так смазали буквально там несколько минут у нас это постояло берем нож и вот таким образом как вот такими движениями лучше это делать двумя руками с нажимом идем но Заранее приготовим ведерко. Куда будем вот эту стружку, получившуюся стряхивать. Это стружка из лака. Значит, метод этот, конечно, физически очень нелегкий. Он требует физических сил. Конечно, устаешь. Но любая женщина, которая пережила в доме ремонта, не поймет, что если это помогает защитить дом от огромного количества летящей стружки, мелкой стружки, которую дает шлифовальная машина, то этот метод хороший. Смотрите, после того, как первый раз прошли, основная масса, как верхний лак стерся у нас. Берем еще раз эти тряпочки с динексидом. Проходим. Мне сейчас неудобно. Вот здесь чистить, потому что мне придется сюда достать и закрыть с собой камеру. И уже по второму, когда проходим раз, то уже у нас все счищается до древесины. И вот эти все наплывы, которые я вам показываю, которые шлифмашинка не очень хочет брать. Вот это все счищается вот таким вот образом. То есть вот это повторное смачивание, оно уже позволяет еще чище все это снять. Ну и потом, конечно же, все равно будем походить с машинкой. Но учитывая, что у нас та машинка, которая со сборником для опилок, она бытованная, маломощная, она, конечно, с вот этим вот справляется не очень хорошо, очень долго и не очень качественно. А вот таким простым физическим, деревенским, скажем так, способом нам удается чистить старое ватовое покрытие и привести. То есть вот где остается, еще проходим. Лак здесь размягчается. Можно еще дополнительно смачивать миксилик. Ну, растворяет лак, но если пробовать просто тряпочкой стереть тряпочек, я не знаю, сколько надо всю постель в доме пустить на тряпки. И большая просьба, если вы знаете какой-то хороший непыльный метод, собственно, ради этого я снимаю этот ролик, подскажите мне, пожалуйста. И вообще мистера, если смотрят меня, которые тоже так в ужасе, как и я, от этой лестницы, подскажите, какие-то варианты более бюджетные, поскольку мы три пенсионера проживаем, и не хотим подать в такие драки. Свои материалы сейчас золотые буквально. Как можно такую лестницу облагородить? Как можно у нее починить вот эти ужасные, изначально плохого качества балясины? Чем ее лучше покрыть? Вот сейчас смотрите здесь прямо. Видите, вот снимается лак. То есть он уже здесь постоял. Еще один раз. Не знаю, хорошо ли вам видно. Сейчас я вам поближе покажу. Вот смотрите. Вот таким образом снимается лак. Если вы думаете, что ножом его можно снять так, вот я вам показываю, но не научный лак. Это невозможно. А вот на димексиде, вот он весь размягченный, но тут я мало могу. И вот так вот он снимается. То есть он становится мягкий. И при определенных сторонах, вот ступеньку я уже таким образом почистила. Ну и потом уже пройти шлифмашинкой будет уже гораздо проще. Жду ваших советов, жду рекомендаций. Вот такие ужасного качества балясины. Они все растресканные, с дырками. То есть завтра еду покупать. Вот посмотрите, вообще ужас. Завтра еду покупать шпатлевку. И потом будем еще очищать все балясины от лака. Все это шпатлевкой проходить. Потом заполировать. Ну что делать, с такой лестницей будем жить. Хочется ее хоть немножечко как-то привести более-менее человеческий вид. На этом все. Пока-пока, друзья. Жду ваших советов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова